Танцы, награждения, лучших проектов года и благотворительный аукцион. Так прошло в Запорожье мероприятие «Быть добру». Цель благотворительного вечера – сбор средств для 5-й городской детской больницы. Медицинское учреждение нуждается в реконструкции, а также в новом оборудовании детской реанимации. Мы просим оказать помощь нашему отделению для проведения ремонта. Наше отделение в здании, в котором мы находимся, находится уже много десятилетий. Последний ремонт был в 2004 году. Ну и на сегодняшний день многие детали этого ремонта уже требуют нового исполнения. Узнав о состоянии больницы, организаторы решили помочь. Благодарительный вечер, было у нас много баллов впервые, это первый городской. На сегодняшний день у нас есть мета для ремонта 180 тысяч гривен и 65 тысяч на оборудование. Конечно же, хотелось собрать все эти деньги, ну а там будем стараться. Помогали в организации благотворительного вечера представители городской власти. Через отделение, которое мы вместе с вами сегодня будем помогать ремонтировать, приводить в порядок, могут пройти, не дай бог, дети каждого из нас. И, конечно, наша общая задача – привести это в порядок, чтобы деткам там было комфортно, чтобы детки там выздоравливали, ну а хочется пожелать, чтобы дети туда никогда не попадали. Во время благотворительного бала наградили запорожцев, которые в 2016 году сделали вклад в развитие города. В номинации «Лучшее мероприятие года» статуэтку «Быть добру» получили организаторы фан-зоны Евро-2016 в Запорожье. Мы получили награду за самое крупное мероприятие городское, за самое яркое. Это получилась фан-зона, она была целый месяц с 10 июня по 10 июля. Я этот месяц был именно там, там за все время приняло более 50 тысяч участников. Прошло было очень много горожан, было много талантливой молодежи. Чтобы собрать средства, необходимые для помощи пятой детской больницы, разыгрывали уникальные лоты. Гитару с автографом Святослава Вакарчука, футбольный мяч с подписями команды «Шахтер», футболку с автографом Владимира Зеленского, а также картину запорожской художницы Марианы Самбатян. Представители комбината «Запорожсталь», которые постоянно помогают больнице, вручили организаторам сертификат на 30 тысяч гривен. Это не последняя наша помощь, я уверена, потому что мы постоянно, системно стараемся помогать в таких ситуациях, когда наша помощь нужна, потому что это наше общее дело, сделать будущее наших детей достойным счастливо. Всего удалось собрать 206 700 гривен. Все средства пойдут на реконструкцию отделения интенсивной терапии новорожденных пятой детской больницы. Седония Ракелян, Иван Демьяненко от ТВ5.